Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Старфилд на максимальной сложности и в прошлой серии мы занялись обустройством нового аванпоста, где мы можем добывать 14 видов ресурсов, только вот на одном аванпосту здесь, да, 8 материалов неорганических с самой планеты мы добываем и 5 ресурсов можем выращивать в теплицах и одни пряности у нас, да, в животноводческой нашей ферме из вот этих вот животных. Они выращиваются, добываются, ну, в общем, и к аванпостам мы еще вернемся немножко попозже, я, может, не записывать немножко, позанимаюсь разными делами обустройством, да, более как-то тут порядок на виду, но сегодня мы займемся побочными заданиями, довольно интересными побочными заданиями, я даже решил серию перезаписать полностью, больше двух часов на нее потратил, да, решил, все-таки перезапишу заново, потому что мне захотелось попробовать выполнить эти задания немного по-другому, выбрав другие варианты решения наших проблем, которые нам сегодня предстоит, да, решить, вот, потому что задания довольно вариативные и вариантов, ну, реально в некоторых заданиях довольно много вариантов действий и выборов, которые мы можем совершить, это мне прям понравилось, потому что найти вот такие задания иногда довольно сложно, да, мы набрали кучу заданий и, ну, в принципе, все побочки, которые мы делали раньше, они такие, ну, не особо интересные были, там, пойти плакаты порасклеивать, да, сердце Марса найти, столько было разговоров по поводу сердца Марса, а то просто пустая пещера с камнем с одним, да, ну, мы там за три с половиной тысячи его продали, их тоже хорошо, но все равно они довольно простые, довольно линейные и предельно короткие, буквально на пару минут, точно так же, как вот тут задание у нас есть, где-то маяк повесить, сбежавшая добыча, да, разместить датчик, просто нужно будет залезть и разместить этот датчик на вышку, там, на одну, да, и все, на этом задание заканчивается, в принципе, простое, предельное и не особо интересное, но есть задание с небольшой вариативностью, и все задания будут сегодня у нас с Марсианске, с Сидони, начнем мы с задания запуск остановлен, торговка из Сидони попросила найти ее пропавший корабль с пилотом Эриком, последнее известное местонахождение в районе Тритона, ну, и мы отправляемся, наверное, сразу к Тритону, давайте проложим курс, А, да, так не получится, так не получится, но получится, получится быстрым перемещением отправиться куда-нибудь в Сидонию, например, даже, да, а потом уже на Тритон, и здесь, это у нас первое задание с небольшой вариативностью, В наградах, в зависимости от принятых нами решений, вот сюда, Тритон, полетели Оно, в принципе, простое довольно, да, быстрое задание, но мне понравилось даже, что, в принципе, в таком мелком задании у нас есть разные варианты, Варианты, давайте перемещением сразу к кораблю летим Так, и мы обнаружили ягодный мул, давайте, сейчас притормозим немного Сначала вызовем, поговорим, с кем там получится Говорите о своих делах или проваливайте Меня попросили найти этот корабль, но сначала я хочу узнать, что здесь происходит Неужели? Что ж, я капитан Густаво Валенсия из Эклиптики Этот корабль находится под нашим контролем Так И мы попробуем этот конфликт решить мирным путем Интересно Мы поговорим здесь, на борту, где меня поддержит моя команда Имейте в виду, что если вы попытаетесь что-то сделать, мы без колебаний откроем по вам огонь Хорошо Вы можете подняться на борт Густаво, тихо, куда, почему ты после диалога стартанул Ладно, можем пристыковываться Густаво звучит довольно разумным человеком, да, давайте попробуем пообщаться с ним Идем на борт Надо сохраниться только на всякий случай Эй, достаточно близко Лучше дважды подумай, прежде чем начинать неприятности, что именно вам здесь нужно Так, все хорошо, я не хочу проблем, но мне нужно поговорить с тобой об этом корабле Да? Что вы можете сказать по этому поводу? Нам платят за то, чтобы мы вернули его законному владельцу И я не думаю, что это вы Клянусь, я, как я и говорил, этот корабль Джейн Я был там, когда она его покупала А вот Эрик, да, связан у них в плену И заткнись и дай взрослым поговорить Итак, на чем мы остановились до этого перерыва И у нас есть возможность на них напасть Перебить их всех Возможно, даже они не застрелят Эрика при этом Возможно Я не пробовал, но Может быть, все нормально будет, да И мы сможем доставить таким образом и корабль И Эрика, собственно, вернуть можем Но Нас интересует вариант немножко другой На самом деле Эрик говорит правду Я думаю, что произошла здесь ошибка Мы не совершаем ошибок Наш работодатель имеет высокую репутацию Этот корабль соответствует подробному описанию, которое мы получили Мы знаем, что купили то, что нужно Послушай, возможно, это еще не все Может быть, кто-то другой украл его Выгрузил, а ваш друг купил его Извините, но это таковы правила Мы здесь делаем свою работу Итак, если у вас нет других предложений Мы принимаем этот корабль Пилотом займется наш работодатель И мы можем убедить его, да Чтобы он нам отдал и корабль, и пилота Скажем, типа, да Можем сказать Можем попросить его сказать своему клиенту Что корабль был уничтожен И торговка Джейн с Кедони Получит свой корабль И они сохранят лицо Но Торговка нам тоже говорила Что корабль ей достался как-то Слишком дешево Хорошая была сделка По-моему, что-то было в диалогах такое Вот И этот корабль Краденый Ей просто перепродали Краденый корабль И мы Лучше, наверное, вернем этот корабль Владельцу Да Я не могу спорить с вашей логикой Оставьте корабль себе Но я прошу вас отпустить Эрика Я могу с этим согласиться Нам заплатят только за корабль А не за пилота Можете развязать его И убираться отсюда Читайте, что вам повезло Что мы такие разумные Очень жаль, что мы не смогли Восстановить Вернуть корабль Джейн Бедная девочка По крайней мере Ее пилот безопасности Так что Да Тут, получается, Сара Была бы довольна Если бы мы их убедили Не применяя насилие Может быть, она была бы довольна Если бы мы их перебили тоже Да, и вернули корабль Ну, если бы этот Джу остался Я не уверен в этом варианте Если мы начнем тут стрельбу Что будет Но в любом случае Мы вместе с Эриком Возвращаемся Сейчас Спасибо Я думал, что на этом все закончено Блин, Джейн будет очень переживать Из-за корабля Но Но, по крайней мере, я жив Хорошо Давай пойдем отсюда Как эти парни вообще нашли тебя? Они сказали, что ищут этот корабль Уже несколько месяцев С тех пор, как было объявлено Его кража Я не знаю, кому он принадлежит Но они явно хотели его вернуть Настолько сильно, что Так Должно быть, у него был какой-то способ Отслеживания Следовал за мной с Марса Пока мы не оказались Рядом с Исдефа Я полагаю Так, хорошо Пойдем отсюда Наверное, я просто пойду за тобой, да? Да, правильно Ты просто пойдешь за мной Да Тут вроде интересного ничего нет Мы Зайти больше никуда не можем Кроме как Вот В этой комнате Побродить Вот Поэтому Возвращаемся на наш корабль Возвращаемся на наш корабль И отсюда Возвращаемся на Сидонию Так, мы просканировали эту Да, просканировали На Сидонию Идем к Джейн И говорим ей Грустную для нее новость Что Корабль был действительно краден И Мы его вернули И вот Джейн Надеюсь, все прошло хорошо Хотел бы взглянуть на то Что у вас есть Так Извините Я не смог вернуть ваш корабль Но я спас Эрика Так что же произошло? Кто его взял? Эклиптика вернула его законному владельцу Радуйся, что я спас Эрика Подождите Законный владелец? Вы хотите сказать, что я купила украденный корабль? Ну это полный отстой Что мне теперь делать? Ну, не буду врать Я очень расстроена из-за ягодного мула Но с другой стороны По крайней мере Эрик жив и благополучно вернулся Что вы собираетесь делать теперь? К сожалению, на том корабле было почти все, чем я владею Придется начинать все с нуля Это отстойно Я уже делала это раньше Я могу сделать это снова Просто потребуется время И конечно, я не могу заплатить Эрику Я бы рекомендовал его, если вы знаете кого-нибудь, кому нужен хороший пилот О боже мой, Эрик, ты в безопасности Я так волновалась Да, я... ну... Я сейчас здесь Думаю, мне нужно время, чтобы разобраться в этом, прежде чем я смогу говорить об этом Конечно, присаживайтесь Потратьте столько времени, сколько вам нужно Мы пообщаемся, когда будете готовы В следующий раз я буду более осторожен, когда речь идет о приближении других кораблей И... Эй, ты вновь Теперь... Теперь мы можем Эрика к себе в команду взять Получается, мы получили, по-моему, только тысячу награды, да? Если я не ошибаюсь Сейчас Если бы мы вернули корабль и Эрика То она была бы рада Дала нам 7200, по-моему И пообещала скидку на товары, которые у нее продаются Вот Но при этом Эрик вместе с кораблем, да, занимался бы ее делами И мы Эрика не смогли бы взять к себе в команду А так у нас есть еще один член экипажа Хорошо Что ты хотел... о чем хотел поговорить? Это может показаться безумным Но я надеялся, что вы позволите мне присоединиться к вашей команде То, как вы справились с Эклиптикой, действительно вдохновляет Я бы хотел понаблюдать за вашей работой вблизи Очевидно, что мне еще предстоит многое узнать о том, как вести себя на просторах космоса Эм... так Я покажу тебе, как это делается Приглашаю вас присоединиться О боже, я не могу выразить тебе свою благодарность Я буду много работать, обещаю Хорошо И мы его пока на корабль отправляем Будем как покемонов, да, собирать их всех По возможности И не то, чтобы Эрик нам очень нужен Он на 10% увеличивает грузоподъемность Астродинамика более прокачанная у Сары есть Вот, поэтому, как бы, пользы от него не то, чтобы очень много Но сам факт того, что, да, у нас есть некоторые задания Которые, выполняя, ну, более, скажем так, логичным, более простым способом Мы можем пропустить, например, какого-нибудь члена экипажа интересного Вот, или что-нибудь еще можем упустить То есть есть вариативности, мне это прям понравилось Вот, и тут я откажусь от денежной награды Которую мы могли бы получить, от скидки, да Но лучше я оставлю себе Эрика в данном случае Просто ради интереса Дальше я хотел бы заняться поставками кобальта на Марс Это задание с доски объявлений, если я не ошибаюсь Рандомно генерируемое, бесконечное Это повторяемое задание, да И мы просто такой тип задания еще не выполняли никогда Тут нам нужно построить аванпост Где-то, который будет добывать кобальт И грузовую ссылку направить на Марс В принципе, все предельно просто Никаких заморочек здесь нет, естественно Но мне интересно посмотреть, какие будут награды Наверняка такие же, как и за все остальные задания С досок объявлений, да, там 100 опыта и пару тысяч Но все равно посмотрим Тут нужно какое-то время, чтобы ресурсы собрались, доставились Поэтому быстренько сейчас все организуем Надо только за ресами слетать на базу за ресурсами для строительства аванпоста Так, и давайте мы, наверное, прыгнем на Венеру И на Венере сделаем небольшой этот аванпост по добыче кобальта Просканируем Выбираем Наверное, любое место Где кобальт есть Нам, в принципе, все равно Это, ну, временный такой аванпост Чисто для выполнения этого задания Потом мы его разберем Так, хорошо Ставим сразу А, блин, я алюминий не взял Это фиаско Так Попытка номер два Значит, нас интересует экстрактор кобальта А, мы можем несколько поставить Хорошо Несколько так, чтобы они не пересекались Квадратные пятна какие-то странные, конечно Так Дальше ставим грузовую связь Как-то ссылка уже привычнее Так И Питание нам надо организовать Сказать Восемь энергии здесь идет у нас, да Хорошо Солнечных панелей Или десятка с ветряка с одного Так, хорошо А, теперь Возьмем Немножко железа с корабля Кстати, а где мои 400, я не понял А, у нас Сара занимает место сейчас, да Походу Да Так Так Мы тогда Эдриан высадим сейчас куда-нибудь На основной аванпост, к примеру А Эрика поставим на наш корабль Вот И Теперь у нас Я не понял Где мои 400 400 Странно Должно быть 4 400 Он 10% Прибавляет К весу Надо, наверное, на корабль было зайти Или что Вот 4 400 Эрик на месте Странно Так Ну ладно Теперь мы возвращаемся в Седонию И настраиваем Грузовую ссылку Чтобы ресурсы потихонечку Собирались Вот эти два терминала тут не работают Нас интересует Вот этот вот Аванпост на Венере Да Подтвердить Все Ну и теперь Нужно дождаться будет Пока Наш Грузовой корабль Доставит Кобальт Который потихоньку Там будет добываться Корабль Корабль должен был прилететь Сразу По-моему Сюда Нет После Подключения О Вот Летит 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 Наш корабль Давайте Посмотрим А Только что Было видно Кстати Пока Ноли С 550 О Четыре Кобальта Приехало Хорошо Все Это задание Будет выполняться Само по себе Дальше Теперь Давайте Перейдем К Более Вариативной Цепочке А Железо Я хотел взять Да Я не взял Тоска По красной Ленте Да Возьмем Сейчас Железо Нам надо Сколько Тут Барахла 10 Штучек Нам Надо Окей И Идем К Тревору Тревору Мы В самом Начале Когда Первый раз Сюда Попали На Седонию Видели Он Там Ему Жаловались Эти рабочие Что Им нужна Работа Он говорил Что Ну нету Работы И все А нам Предложил Работу В итоге Доставить 10 кусочков Железа Ему Да Но это Начало Сюжетки На Там Три Или Четыре Задания Вот И в этих Заданиях Есть Определенная Вариативность В некоторых Довольно Большая И С Потенциально Интересными Такими Возможностями Давайте Сохранимся О Стоп Треворт Ты где-то Бухаешь А Не Нам Меточка Да На Лифт Просто Показывала Меточка Не шарит Что тут Можно Просто Спрыгнуть Вот Нужно Закинуть Сюда 10 железа Мы по идее Могли его Наковырять Здесь Да Да Десяточку Вместе С этими Шахтерами Все Загружаем Окей Есть Контакт И вот Собственно Тревор Здесь Хорошо Я вижу Что Вы серьезно Настроены Чтобы Помочь Руда 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 Которую Вы Добыли Очень Сильно Увеличит Наши Показатели Ух Эти 10 Руды Прям Ну Очень Сильно Увеличат Их Показатели Конечно Так Так Вы наверное Здесь Главный Да Это Я Вступил в Деймос Когда мне было всего 17 В качестве Суслика Шахтера Пошел на это Я много работал Доказал свою Состоятельность И получил повышение До директора По горным работам Около 6 лет назад После того Как старый Босс На пенсию Ушел Некоторые Старых ребят Обижаются на меня Но я даю всем Свободу действий Пока Они выполняют Свои квоты Это делает Их Счастливыми Что это За Клаксоны И объявления О детонации Которые я слышал А это Не о чем беспокоиться Мы проводим Гидроразрыв Пласты на Марсе С помощью Подземной детонации Частиц Эти объявления Нужны только для того Чтобы люди знали Когда их ожидать Вы наверное Почувствовали Грохот и детонация Вот и все Не так уж плохо Хорошо Фрэкинг С подземными Детонациями Частиц Что это По сути Это высокотехнологичная Добыча полезных Ископаемых Мы используем Очень мощные Управляемые Детонации частиц Глубоко под землей Чтобы разрыхлить Подземные газы Другие Труднодоступные Ресурсы Чтобы собрать их Звучит гораздо опаснее Чем есть На самом деле Наверное На самом деле Это все еще Довольно опасно Если не знать Что делаешь Хорошо Я больше не беспокоюсь Если это все Да Не беспокойся Приятель Я понимаю Что это можно Быть странным Показаться странным Да Просто Сядь и убедись Что у вас под рукой Есть что-то За что можно ухватиться Если дрожь вызывает То беспокойство И все будет в порядке Хорошо Я доставил рду Как ты и просил Отлично Теперь следующая часть Немного сложнее Наш директор По горным работам Питер Брэннен Уволил своего последнего помощника Более месяца назад Питер единственный Кто может утвердить Заказ на новое оборудование И к сожалению Без помощника Он бесполезен Думаю У меня есть верный способ Получить эту работу Потом ты Как его помощник Сможешь добиться От него одобрения Подожди Ты хочешь Чтобы я стал его помощником? Нам просто нужно Чтобы вы приняли работу Пока мы не получим Подписанное разрешение А потом вы можете Уволиться Все не так плохо Как кажется В худшем случае Возможно Вам придется Сходить за вещами Для него И посмотреть Его сообщения Это будет легко Я обещаю Не проще ли Попросить его Одобрить это? Вы думаете Я не пытался? Как я уже сказал Этот парень Буквально бесполезен Без своего помощника Я даже не знаю Умеет ли он Пользоваться компьютером И все Что делает Деймос Погрязло В бурякрате Из-за контрактов С UC А это Означает Что к сожалению Мы должны делать Все по правилам Хорошо Он изначально Нам говорил Что оборудование У них Очень старое Ломается Прям в руках Да И Вся эта Как бы цепочка Задания Связана С Вот этим Новым оборудованием Для шахтеров И 10 руды Он мне так В качестве Проверки Моих шахтерских навыков Сказал Собрать А теперь Нам надо Устроиться на работу Помощником Директора По шахтерским работам Местным Хорошо Я согласен На эту работу Подожди Не все так просто Вам нужно будет Подать заявку Как и всем остальным Отправляйтесь в офис Деймос Тарьярд На орбите Чтобы заполнить заявление Именно там Размещена информация О работе Приходите Ко мне Когда сделаете это И мы обсудим Вам приходится преодолевать Много препятствий Чтобы достать Шахтерам Необходимое оборудование Да Мне нравится Что Сара Очень часто Встреет в диалоге И наши другие Наверное Напарники Тоже встревали бы Я даже не знаю Интересно посмотреть Кого-то Кроме Сары Основные Да Наверное Простые Типа Вот этого Эрика Мы его тоже можем Взять с собой В качестве напарника Вместо Сары Он бы наверное На все подряд Не реагировал Только вот Основные Члены Созвездия Которые с нами Будут в качестве Напарников Да Вот они наверное Довольно Разговорчивы Так Хорошо Нам надо Надо На станцию Деймос Отправиться Да И Заполнить Анкету О приеме На работу Присосались К станции Идем Хэллоу Реклама Играет Бесстрашные Следователи Отважные Колонисты Использовали Звездолеты Деймос Для выхода В космос Когда UC Защищалась От Багрового Флота Дома Варуны Содружства Свободных Звезд Именно Новейшие Технологии Деймоса Были Ее Оружием Объединенные Колонии Верфи Деймос Историческое Партнерство Обеспечивающее Еще Более Светлое Будущее Деймос Хорошо Деймос Деймос Строит Одни из Самых Прочных Кораблей Освоенных Систем Вероятно Именно Поэтому Флота Продолжает Заключать С ними Контракты По сей День Деймос Деймос Что вы пришли За кораблем Либо так Либо вы действительно Сильно Заблудились Мистер Хендерсон Занимается Продажами Но если вы хотите Узнать что-нибудь О наших кораблях Я ваша подруга Так Как вам удалось Так много Узнать о кораблях Лотокэм Я ремонтировал Суда Практически Всех Классов Один Или два Раза Я даже Ремонтировал Лонгсорт Хендерсона Клянусь этим Человеком Постоянно Ангел-хранитель А то и Три Деймос Нанял меня Потому что я знаю Каждую заклепку И микрочип На этих кораблях Так что если Хендерсон попадет В тупик Значит пришло мое время Как обстоят дела С кораблями здесь Я имею ввиду Что они очень хороши Безусловно Но в наши дни Все используют Одну и ту же Технологическую базу Правда Вот черт Вы знаете Что вам могут Прочитать лекцию О том что вы Слишком честны Точно Точно Ну что делает Деймос особенным Так что это Комплект поставки Мы строили корабли Целую вечность И то как мы Собрали все это вместе Оно это действительно хорошо В стиле Я собираюсь Убивать своих врагов Так хорошо Не пойми Я неправильно Ты гораздо энергичнее Чем остальные Да Я воспринимаю Это как комплимент Да Я не буду врать Работать с этими Беспринципными военными Бывает довольно тяжело Ой наверное Не стоит говорить Такие вещи По крайней мере Так громко На этой неделе Меня уже дважды Отчитывали Я могу вынести Столько лекций Блин Мне бы выпить Я представляю Что у Деймоса Не самая лучшая выпивка Но у нас их Вообще Не так много Приходится поддерживать Видимость Что мне действительно Пригодится Так это Стал Джека Из Бара Джека в Новой Атлантиде Конечно Или колодец Если быть точнее Мне нравилось это место Когда я там жила Джек не очень дружелюбен Но он может Приготовить неплохую выпивку Скажите А вы ведь путешествуете Верно Не могли бы вы Захватить для меня Один из стаутов Джека Я с радостью Схожу в колодец Когда-нибудь Замечательно Большое спасибо С нетерпением Жду вашего возвращения Хорошо Еще одно задание На посещение колодца Мы получили Хорошо Идем Ну давайте Во-первых Посмотрим Что у нас Оплата штрафов Терминал поручений Убить подрядчика Эклиптики За 3000 Возьмем Может когда-нибудь Сделаем Может быть Мне записи даже Так Возможности Поставки Деймос Для строительства Первоклассных Военных кораблей Требуется большое Количество Ценных ресурсов Разбросанных По всей Территории Оседлых систем Деймос Ищет Целеустремленных Предпринимателей Которые смогут Обеспечить нас Товарами Необходимыми Для выполнения Работ Если у вас Есть все Необходимо Для того Чтобы работать С Деймосом И при этом Зарабатывать Если у вас Все необходимо Для того Чтобы работать С Деймосом И при этом Зарабатывать Деньги За более Подробную Информацию Обращайтесь К нашему Специалисту По продажам Так Перечень ресурсов Ясно Объявление Вакансии Исполнительный Помощник Ищем Высокомотивированного Сотрудника Для оказания Помощи Руководителю Отвечающему За горные Работы В выполнении Повседневных Обязанностей Опыт работы Помощником Руководителя Предпочтителен Но необязателен Необходимо Быть готовым К приезду На Киседонию Стажировка Не оплачивается По окончании Контракта Возможна работа На постоянной Основе Обязанности Оказания Административной Помощи Которая может Включать Составление Редактирования Сообщений От имени Руководителя Введение Служебных Записок Управление Ежедневным Календарем Руководитель Организация Встреч И совещаний Выполнение Мелких Бухгалтерских Операций Требуем Навыки Квалификации Сильные Навыки Межличностного Общения Навыки Письменной И устной Коммуникации Управление Временем Организационные Навыки Способность Проактивно Решать Проблемы И принимать Решения В интересах Руководителя Способность Работать В режиме Многозадачности Давайте Подадим Заявку Сколько лет Вы имеете Опыт Работы В качестве Помощника Руководителя Администратора Или другого Корпоративно Помощника Ноль Какой самый Высокий Уровень Образования Никакого Образования Не получил Даже в средней Школе Не был Сейчас Вам будет Задан ряд Вопросов Которые Помогут Нам оценить Вашу Компетентность В данной Роли Пожалуйста Отвечайте честно Насколько это возможно Руководитель Хочет Чтобы вы Принесли ему Виски Аккуратненько Что это значит Так Руководителем Можно все Правильно Полный стакан Виски С двумя Охлажденными Камнями Для виски Випперсона Прибывает В офис На встречу С руководителем Который Непонятным Образом Опаздывает Что делать Предложим Виски Аккуратненько Извинит Заверит Что Исполнитель Скоро Вернется Или Развлекайте Клиента Шутками До прихода Руководителя Я даже Не знаю Нет Какого-то Прям Особенно Смешного Варианта Неисправность Не позволяет Запустить Звездолет Руководителя Ему необходимо Срочно Отправиться На важную Встречу За пределами Планеты Какие Действия Вы Предпримете Используем Кредиты Компании Для немедленного Фракта Дорогого Судна Класса Люкс Наш Начальник Должен Выглядеть Презентабельно Работая С электронной Почтой Руководителя Вы столкнулись С сообщением От человека Утверждающего Что у него Есть вредная Информация О нем Как вам Следует Поступить О Противостоять Руководителю Шантажировать Его в надежде Получить Большую Прибавку К зарплате Руководитель Связывается С вами И просит Встретиться С ним В его офисе Посреди ночи Вы можете Сказать Что он Пьян Что вы Делаете Не обращайте На них Внимание Спите Дальше Исполнитель Скорее всего Не вспомнит Пожалуйста Помните Что все Ответы Являются Окончательными И будут Рассмотрены При рассмотрении Вашей Заявки Если вы Хотите Изменить Ответ Сейчас Выберите Опцию Начать Сначала В противном Случа Перейдите К разделу Подать Заявку Заявка Принята Так Хорошо Благодарим Вас За интерес В компании Деймос И за Отправленную Заявку Мы Рассмотрим Ваши Навыки И опыт И сообщим Вам Если Сочтем Что вы Подходите На эту Должность Мы Благодарны Вам За то Что вы Выбрали Компанию Деймос Хорошо Хорошо Идем Дальше Еще тут Осмотримся Журнала По-моему Здесь Нет Тут В принципе И осматриваться Особо Негде Юбилей Катеминовых гор Представляете Прошло уже 10 лет Катеминных холмов Я ходила на кладбище И положила цветы На могилу Данте Мы потеряли Стольких людей А помнят ли они Когда это случилось Об этом почти не писали В новостях Я знаю Вы утверждаете Что счастливы На Деймосе Но вы очень нужны Нашему подразделению Работа наемника Может быть тяжелой Для вашего Кода Но оплата И льготы Лучше Чем все Что может предложить Деймос И после многих лет Работы Я твердо убежден Что и ЮСи И Фристар Это самовлюбленные Марионетки Богатых Интересов Речь никогда не шла Ни о рядовых сотрудниках Ни о пилотах Ни о простых людях Это просто ложь Которую они говорят Чтобы заставить Дураков Продолжать умирать Чтобы помочь Своим доходом Пожалуйста Это Почти Как будто Старое подразделение Снова вместе Мы твоя настоящая Семья И нам не хватает Нашего старпома Ответьте Хотя бы на этот раз Фуллертонские Обозрения Последующие Действия Я проследил за вашими Отзывами И должен сказать Что они впечатляют И убедительны Хотя Ваша склонность К откровенности Проявилась В трех последних Отзывах Что ж Я собираюсь обратиться В отдел продажи И маркетинга Возможно Это будет нелегкая борьба Но ваша точка зрения Что инженеры На местах Чувствуют запах Нечестности Может быть верный Конечно С тех пор Как вы пришли к нам На наши продажи И количество Приобретений Значительно возросли Пока Постарайтесь Немножко сдержаться Обещаю Что получу Окончательный ответ До начала Следующего цикла Обзора Но не беспокойтесь О гарантиях занятости Вы Неотъемлемая часть Деймоса Объявление Обучение Обучение По вопросам Безопасности Являются Обязательными Ежеквартальное Обозрение Запросы Прессы Во избежание Непредвиненных Последствий Если к вам Обратятся Пожалуйста Вяжитесь Представителем Отдела По связям Со общественностью Прежде чем Отвечать Ясно Я не хочу Немножко Кавиат Или Астрики Я хочу Ассирансы Если вы хотите Слышать Вы Презопасность Весь Твой Босс Сказал Мой Реодер Реодер Куб Это Добрый Золдер Не 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 У У СМЕР Добавляйте 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 Я не вижу ничего Это у нас Просто блокнот для заметок Так, ну ладно Давайте сейчас Пообщаемся Никол Хендерсон Это обо мне говорили, да? Что я гражданский тут пришел Что у нас тут? Гражданский в моем Стар-стар-как там Ну в Старьярде, короче Дэймос гордится тем, что Мы с удовольствием защищаем и вооружаем Смелых предпринимателей, которые делают Свой бизнес среди звезд Я рад, что у вас есть время для нас гражданских Хорошо Кто-то летает в космос заслуживает моего увождения Черт возьми, независимый может даже смелее У вас нет флота за спиной, когда багровый флот придет на зов Так что давайте подумаем о том, чтобы купить вам подходящий корабль, достойный тебя Давай посмотрим на ваши корабли Так, шесть кораблей у него есть А, Б Хуже Хуже чем наш во всем, да? Короче, нет интересных кораблей у него Так Хотел бы посмотреть и изменить свой корабль Действительно ли корабли Дэймоса так хороши? Да, это так Я на своем лунскорде совершил 43 боевых вылета Он ни разу не подвел меня Это то, что вы получаете с Дэймосом Наши корабли прошли боевые испытания на десятилетия Больше чем у других компаний, да? 43 боевых вылета, это впечатляет У меня была долгая успешная военная карьера Звездолета Дэймос сыграли в ней большую роль На самом деле я уверен, что если бы я летал на каком-нибудь меньшем звездолете То, возможно, я не стоял бы здесь и не разговаривал с вами Вот что дает вам Дэймос уверенность в себе Чтобы идти в огонь и смерть и знать, что ты выберешься живым Я сам скорее пацифист Вы говорите так, как будто вам этого не хватает В какой-то мере, наверное Волнение того, что Дэймос несется на врага Это чувство, которое невозможно повторить Хорошо, я хотел бы изменить свой корабль Конечно Давайте в конструктор заглянем Посмотрим, что у них здесь есть Электромагнитное орудие Конечно, с дальностью 800 всего лишь Но у нас на нашей площадке такого не было На посадочной нашей Это уже Ц пошли Много, кстати, Ц пушечек всяких разных Вообще оружия довольно много Больше, чем на нашей В этой посадочной площадке, по-моему Так, но оружие нам, наверное, пока не надо Хотя, в принципе, может быть и надо Именно пушки поставить В этой посадочной площадке Давайте, наверное, вот таких вот поставим Посмотрим на них Стоп, это не такая Так, и еще две можем поставить Как-то так будет 29 тысяч на это потратим Хорошо И, ребята, еще мне тоже не один раз писали Поставь более хороший реактор У нас нет пока что более хорошего реактора Или уровня не хватает, поэтому не все детали еще доступны Ну или, во всяком случае, ни на нашей посадочной площадке Ни в Новой Атлантиде Ни здесь у нас нет более хорошего реактора Ну, C-варианты тут есть, конечно, более хорошие У нас стоит По-моему, вот такой вот на 24, если я не ошибаюсь И более хороших вариантов Ну, нет, просто можем, кстати, посмотреть На 24, да, вот такой вот у нас стоит Все остальные варианты Заметно хуже только И это не то, что он там по размеру Ребята писали, что, может быть, по размеру просто не влазит Потому что я через модификацию смотрел Там были только более плохие варианты В принципе, нету более хороших реакторов Пока что Пока что Тут, если, конечно, может быть, прокачать, да Вон, проектирование звездолетов То можно на троечке что-то подобрать Да, вот на 3 единицы реактор будет больше Но разница не шибко-то большая Только класс C Дальше у нас более интересный Ну, и опять же, да Для этого пилотирование надо И дальше проектирование звездолетов Тоже качать придется для более хороших деталей Может быть, опять же, да На более высоких уровнях появятся еще Ребята говорят, что По мере роста уровня У нас открываются новые детали Где-то там за 60 уровень Мы уже будем видеть все, что есть на самом деле Вот Ну, хорошо Мы на этом модернизацию заканчиваем Тут пока все Может быть, опять же, да Есть у каких-то других фракций Мы еще много где не были, да Где могут быть какие-то другие детали Может быть, у них реактор Чуть получше где-то будет Но в любом случае Пока что у нас нет вариантов других никаких Хорошо Мы можем, да Сразу, наверное, возвращаться В Седонию Угу Почти сразу Давайте, кстати, посмотрим Пока нас сканируют Как наши пушечки выглядят Так А, это у нас с клавишей G Это стреляет О, ну слушайте Энергии хватает, чтобы бесконечно стрелять Неплохо Но клавиша G мне не нравится Надо поменять будет местами Чтобы левой клавишей стрелять Так, хорошо Но это потом Давайте пока на Седонию возвращаемся И докладываем Так Я заполнил заявку на участие в программе Ассистента Хорошо Теперь нам нужно убедиться, что вас примут на работу По сути, мы должны убедиться, что вы единственный выбор Для этого вам необходимо получить доступ к терминалу В корпоративном описе на главном уровне Если вы удалите из системы другие приложения Вы будете в выигрыше Не покажется ли это отделу кадров странным, что все заявки были удалены? Поверьте, если бы вы знали Тио, вы бы не волновались Скажу честно, она настолько перегружена работой, что не справляется с своими заданиями Что, по-моему, даже не знает о существовании заявок Это хорошая мысль Как только ваша заявка поступит, я позвоню ей и попрошу посмотреть, не поступила ли заявка для меня На меня Это должно заставить, наконец, выгонуть на вас и увидеть Хорошо, так Как получить доступ к компьютеру отдела кадров? Я случайно узнал, что директор по персоналу Тио и другие женщины обычно ходят в сломанное копье на счастливый час В пять часов вечера каждый день Это ваше окно возможностей Звучит достаточно просто, я так и сделаю Вот это дух Поверьте, это поможет всем Пароль наоборот Штатья считает довольно умным Она становится разговорчивой во время счастливого часа и громкой Честно говоря, я удивлен, что все еще не знают ее пароль В общем, все должно быть довольно просто удача Так Не уверен, сколько сейчас времени Давайте мы, наверное, на лифте поднимемся наверх сразу На главный уровень Посмотрим Мы прокрадемся к ней за компьютер, я думаю, без проблем Или сейчас у них счастливый час как раз Кстати, а если мы в копье пойдем? Она там будет? Интересно, интересно Объявление Обучение по еженедельное обновление Ага Точно такое же, как и на Деймосе А, это Питер как раз Самый наш Директор Так Сообщение Горное оборудование Я знаю, что это не самое пытающее место, чтобы поднимать эту тему Но я не могу получить ответ от Питера Наши инструменты разваливаются Нам очень нужны новые Может быть, вы поможете с ним связаться Брось с него пачку бумаги, чтобы привлечь его внимание Он же руководитель, черт возьми Я знаю, что он чей-то богатый сын Но это становится смешным Напоминание о компании В связи с новыми правилами на рынке объединенных колоний Все новые корабли, начиная с 1 января Должны иметь насосы, охлаждающие жидкости класса Е или выше Мы должны соответствовать требованиям прошлого года Но, пожалуйста, проверьте все закупки и установки насосов Охлаждения, чтобы мы могли продолжать поставлять нашу продукцию всем жителям заселенных систем Где найти хорошие виски? Он опять за свое Питер, похоже, снова считает, что программа обмена сообщениями Это что-то вроде функции поиска По крайней мере, он пользуется компьютером, я думаю Хорошо, заявки на работу Так, наша заявка, давайте посмотрим Опыт, работа, образование, оценка Не рекомендовал бы этого кандидата, если нет других приемлемых кандидатур Можем удалить свою заявку Не знаю, пойти в новую, оформить можно будет Так Образование Этот кандидат адекватно отвечал на вопросы Но не справился с вопросом 4 Другие кандидаты более перспективны Передержите эту заявку на случай, если другие кандидаты не примут участие в конкурсе Так Судя по вопросам теста, уровень подготовки кандидата представляется высоким Однако мы предпочли бы кандидата с большим опытом работы Оставить заявку в архиве 5? Да, мало Удивительно Так Результаты тестов отличные, но отсутствие опыта и образования вызывает серьезные опасения Рассматривается возможность заключения временного контракта, если нет других вариантов Тут как раз описание нашей заявки будет отличаться в зависимости от тех вариантов, которые мы выберем и укажем Если указать большой опыт работы, там образование хорошее, то здесь будет по-другому написано Даже если не угадать с правильными ответами на вопросы Но мы там и не пытались, да, поэтому нас категорично не рекомендуют, если будут хоть какие-то другие варианты Выполнил вопросы теста с отличными результатами, это был идеальный кандидат, но есть опасения, что он может иметь завышенную квалификацию Все Только наша заявка осталась, хорошо Давайте в сломанное копье сходим Так Удерживать на выход И посмотрим, если там Ти-ти, он говорил, да, или как-то так Сломанное копье, это бар на входе А, вот, появилась меточка Шахтер, гражданин А, с этим мы общались, да, было дело Да, вот эти дамы, получается, действительно пошли, просто мы попали в время нужное Так, давайте сохранимся, может быть, поговорим Ага Неразговорчиво, ладно О, Леона? Хм Я задавался тем же вопросом Ха, как странно, что мы оба думали, что знаем друг друга Я Леона Хокс, представитель корпорации Деймо Старьярдс Все, кто имеет дело с нашим офисом, скорее всего, в какой-то момент имеют дело со мной Полагаю, мы еще увидимся Чем вы тут занимаетесь? Я координаю работу корпорации Деймо с другими предприятиями Такими, как стапели и грандотбывающие предприятия на Сидоне Корпорация Деймо Старьярдс представляет собой сложную структуру Учитывая, что различные подразделения имеют разные цели и приоритеты Моя работа заключается в том, чтобы обеспечить их соответствие друг другу Каковы взаимоотношения? Мы уже несколько десятилетий работаем по контракту с ОК На поставку военных промышленных кораблей, наверное Логично, что они нам доверяют, ведь Деймос старейший производитель кораблей в заселенных системах Мы были ответственны за некоторые из основных достижений в технологии GravDrive, наверное, да? С первых дней ее существования, поэтому наше наследие ясно Все, и они теперь уходят Люди всегда спрашивают мне, что они думают, что они не знают Как узнать, сколько времени сейчас? Мы можем подождать какое-то время, но нам время при этом не пишут, по-моему А, местное время... Ну, пять часов, да? Если по вот этому времени смотреть, а не по местному Он говорил, что как раз в пять часов она уходит, правильно? Они бухать идут, типа Ну, ладно Я хотел бы встанно прыгать через универсию Я думаю, что кто-то будет лучше, чтобы держать бухгалтеры Здорово! Здорово? Как дела? Как дела? Нужно не волнуйся, когда спецназ был один, который делает все трудные работы, и все хорошо Да, что? А, вот, вот эти два специалиста По форме можно их узнать Это тоже, да, их нанять Можно с одной звездочкой Знаете что, давайте мы сохранимся, сейчас посмотрим Мы, когда их нанимаем, у нас нет убеждения Меня это интересует, сколько будет стоить Да Мы можем Воспользоваться убеждением здесь Почему это? Да, я... Не получилось Окей Я не буду тебе платить столько Погоди, погоди Система счетов Ммм, вот как мы можем убеждения качать Почему это? Извините Это правда Не, если я пойду, брат Это так долго, как я буду Ты не любишь? Ты не любишь? Эти меняются постоянно И они, ну, во многих Крупных таких Поселениях Есть В этом самом Во Вьюпорте В Новой Атлантиде Вот Здесь просто В таверне Да, во многих тавернах, наверное, они обитают В Вьюпорт Может быть, тоже как раз Таверна Местная Ну, короче Мы можем таким образом Пробовать себя Качать убеждения Реально хорошо живем И работаем в Монсе В Новой Атлантиде Эй, это моё личное спасение Спасибо снова за поддержку О, Маара Слушайте, вот он здесь, да Мы его спасли По сюжету С Сарой О, мы его тоже можем взять Прикольно Берём Привет Рад снова тебя видеть Может быть, у тебя есть место для Ещё Одного человека Я хотел бы, чтобы ты присоединился ко мне, да Что вы можете принести, если я позволю вам присоединиться ко мне? Я настоящий эксперт в кресле Стрелка Да Приходится, поскольку обычно я летаю один Я выбью все цели Ага, как раз специалист, да, по электромагнитному оружию Блин, нам такого надо И у него четыре звёздочки, ну в общем Довольно неплохо Но пока что у нас нет мест, да, на корабле Потому что мы когда возвращаемся с Сарой на корабль Она занимает место и кто-то выбывает Поэтому мы, наверное, отправим его просто на какой-нибудь аванпост Ага Я понял Мара Не назначен Ну, он может быть не назначенным просто, пока у нас даже без проблем Не важно, куда мы его отправим Хорошо Прикольно 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 Угу Хорошо Эммм Тут заданий нет, окей Ну всё С этим мы разобрались И сейчас начинается как раз более такая интересная часть Более вариативная Оп Я сделал Увиделся, что я единственный претендент Я могу сказать, что у меня есть для вас хорошие новости Я только что увидел сообщение компании о том, что ты принят на работу в качестве ассистента Питера, поздравляю Эмм Вам не жалко других претендентов? Не совсем Да и вам не стоит Либо эти заявки были старыми и люди перешли на другую работу Либо, как только вы исчезнете после этого, они снова потянутся к найму Эмм Хорошо, я готов к следующему шагу вашего плана Следующий шаг должен быть простым Просто иди работать к Питеру и когда получишь доступ к сообщениям его терминала, увидишь мою просьбу Вам остается только одобрить этот запрос и мы сразу же приступим к его выполнению Хорошо, получили 100 опыта 7600 заработали Идем теперь К Питеру Нам не сюда, нам сюда Раз уж мы запрыгнули Но тут вроде интересного ничего нет О, Сара, ты уже здесь? Так, Питер Ежедневник Питера По-видимому, он полностью пуст, за исключением одной даты, датированной несколькими годами ранее На которой просто написано Купите новый ремень Тут требуется ключ, да? К терминалу так просто мы не попадем Тут как-то срезать этот момент не получится никак Так, хорошо Тут мы сохранимся Ах, наконец-то ты вернулся, мне кажется, что у тебя не было целую вечность Вы знаете, как тяжело работать без помощника? Не знаю, что вы принимаете меня за своего предыдущего помощника Хотя этот диалог мне тоже нравится Ух Ах, да, извините за путаницу Я думаю, что вы мой предыдущий помощник Забыл о новом о вас Как бы то ни было Они не сказали, как вы справились с заявкой Но сказали, что больше никого нет Будем надеяться на лучшее, правда? И этот диалог у него другой Был бы в зависимости, по-моему, от наших ответов Конечно Так Конечно, просто направь меня на ваш компьютер, и я займусь вашими сообщениями Не совсем Мне нужно, чтобы ты сделал кое-что гораздо более важное, прежде чем ты до этого доберешься Я ожидаю личный груз Не знаю точно почему, но в последний раз, когда это произошло, мой помощник в итоге Я поговорил об этом с губернатором Херстом А теперь идеи принесем Так Что случилось с твоим последним помощником? Я не знаю, сначала я думал, что у меня несколько помощников, которые меняют друг друга Но похоже, у меня был только один, и все они просто перестали появляться Кажется, мой последний помощник должен был принести мне кофе, но так и не вернулся Я, честно говоря, не слушал, о чем они там плакали Что мы здесь делаем? Неужели на ориентации больше ничего не рассказывают? А, нет, забей Мы избавились от ориентации, не так ли? В любом случае, это не важно, ваша работа простая Ты делаешь то, что я прошу, и это практически все Странно, что ты забыл об этом Ах, да, новый помощник Я все время забываю Можешь ли ты рассказать о себе? Я мог бы, но мы теряем драгоценное время, так что нет Что входит в комплект поставки? Что входит в комплект поставки? Хороший помощник знает, что спрашивать не его дело Плохих помощников увольняют Посредственные ассистенты получают Знаете, что я забыл, к чему я клонил, но это не важно Просто достань его для меня, ладно? А еще я не совсем помню, что... Но это важно, что я знаю Ясно Хорошо, нам нужно поговорить теперь с... С этим самым... Губернатором, да? С губернатором мы уже общались как-то Кажется, да Вы просто не найдете политика, которая бы работала для своего народа больше, чем я Кстати... А, на комп на этот его залезть нельзя Хорошо, давайте... Сохранимся? Поговорим с ним Губернатор Херст Я здесь по поручению Питера Бреннана Ну, тогда вы были очень заняты, чтобы сделать себе имя, не так ли? Значит, вы обо мне слышали? Слышал о вас? Конечно же Как же иначе? Интересно Похоже, губернатор Херст хорошо осведомлен о наших подвигах Если под подвигом вы подразумеваете то, что ваш друг делает для Сидони, а не вашу работу на созвездии Мисс Морган, то вы попали в точку Слушай, я восхищаюсь таким целеустремленным человеком, как ты У тебя нет проблем, если ты не создаешь их А я не думаю, что ты из таких Я знаю, что вы не совсем помощник мистера Бреннана, я не знаю, что именно вы замышляете, но у меня нет оснований подозревать, что вы замышляете нехорошее Итак, давайте перейдем к делу, что я могу для вас сделать? Я ищу личный груз мистера Бреннана, он сказал, что вы можете знать, что с ним случилось Откуда вы так много обо мне знаете? Слухи по Сидони ходят быстро, и мое дело знать такие вещи Честно говоря, я за тебя не беспокоюсь, пока ты правильно разыгрываешь свои карты, все так и будет Хорошо, я ищу личный груз мистера Бреннана, он сказал, что вы можете знать О, я точно знаю, что случилось с этим грузом Однако, я подозреваю, что господин Бреннан не сообщил вам, что я удерживаю его из огромной задолженности по неуплаченным налогам, но возможно он не знает об этом Послушайте, вот что я вам скажу, я освобожу этот груз для вас, но сначала вам понадобится услуга, мне понадобится услуга, поскольку вы, похоже, умеете хранить молчание Понимаете, мой личный космический корабль был украден, скорее всего пиратами багрового флота Мне нужно, чтобы кто-то нашел его, а затем мне нужно, чтобы этот кто-то уничтожил его, незаметно Мне нужны плотные губы Почему важно уничтожить корабль? Ну, это действительно сложная ситуация Не будем вдаваться в подробности, но если предположить, что это дело рук пиратов, то лучше всего уничтожить корабль и всех, кто на нем находится Это делает более чистым для целей страхования Если ваш корабль украли пират, то почему не обратиться в СИЗДЕВ? По нескольким причинам Я не хочу, чтобы все погрязло в их процессе Кроме того, действующему губернатору неловко терять корабль, поэтому я бы предпочел не связываться с СИЗДЕВ Ладно, договорились, я сделаю это для тебя, а ты достанешь мне этот груз Тогда у нас есть соглашение Я отправлю вас к последнему известному месту нахождения корабля Помните, ни одно слово не должно покинуть эту комнату И мы знаем, что у него какие-то уже мутки, неловки Давайте мы Попробуем сейчас вкачать себе Кражу Без навыка кражи Мы не можем воровать в принципе В принципе, у нас нет такой возможности Но если мы прокачаем единичку То мы сможем Тут, да, мы идем к управлению аванпостом Поэтому эта единичка как раз в принципе на верном пути Хотя, мне бы хотелось больше, да, убеждения и мусорщика дальше прокачать Ну, такое Так Давайте я, наверное, еще на отдельное сохранение вот так вот сохранюсь И мы попробуем украсть у губернатора ключ от его комнаты Эй, что ты делаешь? Что ты делаешь? Сара Все под контролем Пошли Так Пошли Куда мы пошли? В жилые помещения И нам надо Выйти к люксам Вот сюда Ну, не то чтобы нам надо, да, но Может быть, чего интересного мы найдем у него в комнате Так, с этими малыми мы со всеми пообщались Плакаты порасклеивали Тут робот-пылесос О Робот-пылесос нас не сдаст И вот комната губернатора Давайте осмотримся Давайте осмотримся Пиквики... Кианцы Так, книжек интересных нет О, что я не знаю, там У нас есть Продолжение следует... Похожа 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 Ну и нас интересует компьютер М-м-м. Личные заметки. Вызвать подрядчика для составления сметы на расширение. Сообщение Тамары. Забрать рецепт изменения времени доставки продуктов питания. Передать средства Давиду отель в неоновом цвете. Дорогие жители Сидони, с огромным удовольствием сообщаю, что квартальный ВВП оказался выше ожидаемого. И это одна из самых сильных экономик в истории Марса. Большое спасибо нашим друзьям из компании Деймос и другим местным предприятиям, как большим, так и малым, которые помогают сделать все это возможным. С учетом этого... Автобиография. Хорошо. Так, сообщение. Спасибо. Губернатор Херст. Я хотел бы выразить вам нашу благодарность за то, что при фиаско с доставкой на прошлой неделе были учтены наши общие интересы. Если бы не ваша настойчивость в поисках пропавшего груза в ССДФ, боюсь, это имело бы серьезные финансовые последствия для нашего делового партнера и поставило бы под угрозу наше сотрудничество. Еще раз благодарю вас за то, что вы дали понять, что цените присутствие торгового ведомства на Марсе. Отступление. Отступление. Устроить что-то вроде встречи за пределами планеты на Седоне всегда трудно планировать большие встречи, но, может быть, мы сможем арендовать помещение в Новой Атлантиде. В любом случае, я очень скучаю по тебе и не успеешь оглянуться, я буду дома. Любовь, Тамара. С любовью, Тамара. Тамара, видимо, его жена. Неон. Что вы скажете о следующих выходных в Неоне? Я знаю место, где мы можем встретиться. Гленн. Неон звучит здорово. Напиши, напишите мне. Я не был там целую вечность, поэтому жду этого. Просто дайте мне знать, когда и где я буду там. С. Гленн это губернатор, правильно? Гленн Херст, нет? Так. Расширение. Губернатор Херст, я изучил, что нужно сделать, чтобы расширить вашу квартиру. В реальности я должен сказать, что даже если вы можете себе это позволить, это не очень хорошая идея с точки зрения структуры. Как вы знаете, нам приходится удовольствоваться тем просажем, которое мы имеем в Седоне. И пристройка к кондоминиуму люкс просто невозможна в настоящее время. Без риска для целостности здания и окружающих его конструкции. Лишним вариантом будет покупка соседнего помещения. Лучшим вариантом будет покупка соседнего помещения и снос пола или стены, чтобы вписать его в имеющуюся. Но и в этом случае рынок жилья в Седонии пострадает. Я призываю вас подождать, пока проект Кратер не будет завершен. Когда шахтеры расчистят достаточно места, возможно, мы сможем подумать о расширении города за счет него. А шахты отодвинуть дальше, чтобы освободить место для жилых зданий. Извините за плохие новости. Антон. Быстрая услуга. Привет, папа. Как вы знаете, у нас в доме недавно начался дорогостоящий ремонт. И у меня заканчиваются последние 200 тысяч кредитов, чтобы заплатить подрядчикам. Я подумал, не мог бы ты как-нибудь в ближайшее время перевести еще несколько кредитов на мой счет в Голлбанк. Ну, знаешь, на всякий случай. Спасибо, папа, я ценю это как мама. Она уже вернулась из своего ретрита. Передавай ей привет от меня, Дэвид. Знаешь, в прошлый раз я тебе действительно поверил. Но с меня хватит. Знаешь, сначала то, что случилось в Неоне, а потом все эти разговоры о том, что ты меня воровал. После всего, что я для тебя сделал, ты ублюдок. Если ты ублюдок, ты знаешь это? Ты думаешь, что можешь просто уйти от меня, как будто я тебе больше не нужен? Что ж, у меня для тебя есть новости. Я знаю больше, чем тебе хотелось бы знать. Кроме того, у меня еще есть запасной ключ от твоего корабля. И к тому времени, когда ты получишь его, будет уже слишком поздно что-либо предпринимать. Счастливая жизнь, Глен. Короче, у Глена была какая-то интрижка с кем-то, да? И сначала они радостно встречались в Неоне, потом что-то произошло в этом Неоне, и губернатор захотел ее бросить. Она обиделась и решила угнать его корабль. Вот, и теперь мы пойдем искать этот корабль. Кстати, Сара говорила, когда мы зашли, должна была говорить, что это квартира губернатора. Может, нам не место здесь? Вот. Ага. Я не думаю, что нас сюда приглашали, так что, возможно, нам стоит уйти? Возможно, возможно, и мы... Давайте посмотрим, где мы выйдем здесь. Ага. Я понял. Это сразу к губернатору практически. Так, хорошо. Обнаружено еще одно заброшенное судно. Все люди на борту погибли, и все признаки указывают на зелотов Варуна. Прозвучал призыв к Содружеству Свободных Звезд и Службе Безопасности Объединенных Колоний объединиться, но после войны колонии сотрудничество оказывается редким делом. Окей. Так, еще разок сохранимся. И теперь пошли за кораблем. Вот здесь находится корабль. Просканируем умбрель заодно. И вот наш клиент. Эй, друг, не хочу тебя беспокоить, но мне бы очень пригодилась помощь. Послушайте, мне просто нужна помощь. Не могли бы вы взять трубку и поговорить со мной? Рад видеть кого-то здесь. Я уже два дня дрейфую здесь один без помощи. И мы можем соврать, сказать, что я такой же пират багрового флота, как и вы. Я здесь, чтобы помочь. Тут с пиратами немножко не совсем понятно. Как, ну, допустим, они прилетели, да, на корабле. Логично. Было бы предположить, что они прилетели на своем корабле. Высадились на этот корабль, да, взяли на абордаж его. Посмотрели там, что, да, двигатель не работает, улететь они не могут. И у них, допустим, не было запчастей для ремонта на их основном корабле. Мы, типа, сделаем вид, что основной корабль просто полетел за частями для ремонта, а эти просто ждут, чтобы корабль никуда, ну, никто другой не увел. Потому что как-то вот их пребывание здесь, не знаю, как-то у меня логично, немножко не вяжется. Но тут, опять же, да, в игре много таких логичных дыр, в которые, наверное, не стоит пытаться залазить и пытаться понять эту логику. Но не важно. Тут самое интересное, да, что тут вот начинаются как раз вот развилки. Мы можем просто уничтожить этот корабль и пойти доложить губернатору, сказать, все классно, все сделано, мы взорвали твой корабль с пиратами, все страховка, все покроет тебе, класс. Но мы соврем и зайдем на борт. При том, что если бы мы были членом Багрового флота, я уверен, здесь бы были совершенно другие диалоги и другие возможности. Но мы откладывать это задание не будем до того момента, как мы вступим в Багровый флот. Это, я надеюсь, будет уже в ближайшие там пару-тройку серий. Вот, но, ну тут откладывать нет смысла, я думаю, это встреча такая не слишком важная. Вот, ну да, мы в ближайших сериях пойдем займемся Багровым флотом. Пока что да, скажем, что мы из флота. Подожди, ты на счету? Хорошо, поднимайся на борт, надеюсь, у тебя есть запасные детали для ремонта корабля, потому что они нам понадобятся, чтобы вернуть эту штуку на базу. Ну, будем считать, да, что их корабль, на их основном корабле, типа, не было деталей для ремонта, и основной корабль, на котором они сюда прилетели, просто полетел за деталями для ремонта. Так, окей, стыкуемся. И надо, наверное, еще раз здесь сохраниться. Потому что тут тоже есть несколько вариантов. Все, высаживаемся. Так, ты пират? Пожалуйста. Мы знаем, что ты не из флота. Совет выучить жарагон, прежде чем пытаться повторять такую глупость. У вас есть два варианта. Нам нужны детали корабля для ремонта нашего сломанного гравипривода. Передайте их вместе с кораблем, и, возможно, мы оставим вас живых. Или мы сотрем вас в пыли, все равно заберем. Вы должны досчитать... Мы посчитаем до 20 и сделаем выбор... За вас. Так, хорошо. Мы можем напасть, опять же, да, всех перебить. Мы можем... Что-то попытаться поговорить. Давайте мы убеждения здесь попробуем. Отчет окончен. Дайте... Короче, давайте попробуем убеждения. Критический успех? Ух ты. Я не думал, что ты дурак. Я слушаю. Ладно, ладно, хватит разговоров. Кажется, я улавливаю, что ты опускаешь. Я даже помогу тебе в пути. У меня есть инкриминирующее письмо от самого Херста. Я уверен, что он представляет ценность для такого предприимчивого человека, как вы. Мне все равно, что вы с ним сделаете. Порвите его, используйте в своих целях. Я отдам его тебе, если только мы сохраним этот корабль. Договорились? Что мне делать с этим письмом от Херстом? Да ладно тебе. Действительно нужно, чтобы я все объяснял. Херст политик, политики восприимчивы к шантажу. Угу. Или, если вы действительно хотите увидеть фейерверк на Марсе, я уверен, что на Сидоне есть кто-то, занимающий высокий пост, кому вы могли бы предъявить это доказательство коррупции. Мне похоже, что это нарисует на наших спинах еще больше мишень, чем уже мы имеем. И это наверняка вызовет проблему в местной политике. По-моему, это выигрыш. Да. И вот тут у нас есть несколько вариантов, что делать с вот этой записью, которую он нам может передать. Но... О, Сара хочет поговорить. Я не хочу, наверное, чтобы им корабль доставался. Поэтому я, наверное, нападу. Нельзя верить пиратам, что они выполнят свою часть сделки. Я передумал. Обидно. Но спасибо, что привезли нам свой корабль. Ой-ой-ой, там что-то взорвалось. Сара, не лезь туда. Не лезь, там плохо. О, 32 уровня. Давайте что-нибудь другое попробуем. Так, и тут есть еще несколько пиратов. Хорошо. Сара там уже воюет. О, о, о. О. А, он передумал залазить. Сара решила к нему спуститься. Так, разобраться с пиратами. Мы можем по-прежнему в итоге корабль уничтожить. Вариант этот у нас никуда не делся. Ладно, давайте в самый вниз спустимся и отсюда будем осматриваться. Забираем все, что у них есть. Ладно, Сара, давай поговорим с тобой. Мне нужно принять важное личное решение, но сначала я должен кое-что обсудить с вами. Если это поможет принять вам решение, я готов выслушать. Ох, спасибо. Субтитры сделал. Не, нефть, нефтеперерабатывающие форпосты. Саре понравилось. Я вам верю, но вы еще не слышали самого худшего. Мы сражались несколько часов, но повреждения оказались фатальными. Я отдала приказ покинуть корабль, и экипаж погрузился в спасательный челнок. Когда шаттл стартовал, я увидел, что он поврежден. Я слышала крики перед тем, как отключилось радио. Последнее, что я видела, это то, что они беспомощно вращались по спирали по направлению к поверхности планеты. Я ничего не могла сделать. Почему вы не были с ними на шаттле? Мой долг как исполняющий обязанности капитана заключался в том, чтобы последним покинуть корабль, Дантлесс. У нас было больше одного спасательного челнока, поэтому я решила подождать, пока они не будут в безопасности. Дантлесс был слишком далеко, чтобы спасти ваш экипаж. Энергии корабля едва хватило на связь и жизнеобеспечение. Так, мне жаль, что вам пришлось пройти через это. Ты сожалеешь обо мне? Если бы я не был такой упрямый и не стремился доказать, что я могу командовать, у моей команды было бы больше времени, чтобы спастись. А надо было выбрать, дать диалог с соболезнованием, тогда бы она тоже одобрила. Ничто из того, что вы описали, не похоже на вашу вину. Попробуй рассказать об этом их близким. Когда пыль улеглась, объединенные колонии вручили мне медаль. Представляете, чертову медаль. У меня даже не было возможности найти обломки шаттла и достойно похоронить свой экипаж. Как вы сошли с корабля? После того, как я проверил все отсеки корабля на наличие раненых, я сел на другой спасательный шаттл. Если бы я этого не сделала, я бы погибл, а Дантлесс развалился бы на части через несколько минут после моего побега. Короче, ты не можешь винить себя. Невезение звучит знакомо. Помните, когда вы говорили, что никто, кроме меня, не смог бы приложить больше усилий для сохранения корпуса навигаторов? Так вот, на этот раз слишком сильные усилия стоили жизни. Разве ты не понимаешь? Все, что я делаю, все, к чему прикасаюсь, как-то разваливается. Вот почему я беспокоюсь за нас. Так, беспокоишься за нас? Послушай, очевидно, что мы двое становимся не просто партнерами, мы становимся близкими друзьями. Несомненно на то, что... Несомненно... Несмотря на то, что я в прошлом отталкивала людей, я чувствую себя безопасной, комфортнее, не боюсь признать себя такой, какая я есть. Я боюсь, что испорчу это. Ладно, не волнуйся, я рядом на каждом шагу. После всего, что ты слышали, после всех моих рассказов, ты все еще веришь? Никто никогда не заботился обо мне так сильно, даже... Аджа... флиртовать. Это потому, что я влюбляюсь в тебя, Сар. Знаешь, я много времени думала о нас и наших отношениях, о том, как мы явно сблизились. Я репетировала, что скажу, когда наступит подходящий момент, и теперь, когда он наступил, мой разум стал пустым. Послушай, ты заслуживаешь самого лучшего, того, кто сможет отдать тебе себя целиком, но сейчас у меня слишком много багажа, слишком много забот. Я надеюсь, ты простишь меня за то, что я тебя оттолкнула, мне просто нужно время. Так, хорошо. Пообщались с Сарой, пофлиртовали, попытались. Так, и... Давайте займемся дальше нашими делами. Так... Сильвия Шлосс. Та самая Эс. Неоновая юбка для ночной жизни. О. Что-то на неоновую не очень похоже, но... Можно попробовать Саре дать. Вот оно. Я полагаю, что им это уже не понадобится. Так, вот оно. Кто бы не нашел это, меня зовут Сильвия Шлосс. Я дрейфую без топлива уже больше недели и не вижу никаких признаков спасения. Всем, кого я обидела, я хотела бы сказать, что сожалею, но, по правде говоря, я не знаю, так ли это. Я не хотела бы так умирать, но чувство вины и неопределенность заставили меня покончить с собой. Прощайте. Так. Ты где? Эй. Давайте посмотрим, что у тебя есть. Одежда... 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 В маечке она мне больше нравится как-то. Делать несколько выборов. Несколько личных вопросов. Не возражаешь, если я тебя задам? Ага. Все хорошо, только нет больше личных вопросов. Так. Давайте осмотримся. Давайте осмотримся. Может быть, мы тут еще какую-то запись найдем или что-нибудь интересное. Ну, тут вроде бы больше нет ничего. Ладно, идем дальше. Компьютер. А, просто дверь открывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЦИЯ Так, ну, вроде бы я ничего не вижу, во всяком случае. Да. ИНТРИГУЮЩАЦИЯ Ну, возьмем. Продадим. Так. Тут пусто. Корабль мы забрать не можем. Может быть, потом сможем, когда мы задания выполним. Я даже не знаю. Интересный тут тоже момент. Так. Ну, тут вроде записи я больше никаких нигде не вижу. И надеюсь, что их там нет. Тут самое хреновое, что записи сканером не отображаются. Жутко мне это не нравится, конечно. Тут компьютер как будто бы, да? Но он не открывается. А. Таких игрушек я вроде еще не видел. Сообщение от Хёрста. Сейчас почитаем. Ну, вроде больше ничего не вижу. Сара, нам наверх. Пока что корабль этот уничтожать я не буду. Давайте посмотрим, что нам по заданию тут подсказывают. Где оно вообще? Во. Так. Поискать дополнительные улики. Ну, вроде тут мы все сделали. С пиратами разобрались. У меня почему-то, когда я первый раз ту серию записывал, под задание разобраться с пиратами было не выполнено по какой-то причине. Хотя я их так же всех перебил. Взял записку с него. Я даже не знаю. Как-то странно там немного получилось. А. Так. Давайте. Вернемся. На Марс. И как нам сделать тут лучше? Сейчас я, наверное, еще раз сохранюсь, потому что тут у нас опять же есть развилка. Мы можем как пойти и сказать, что мы все сделали, да? Все, во всем разобрались. Или пойти в службу безопасности и сдать Херста. Но если мы сдадим Херста, смогу ли я выполнить задание о поставке груза вот этому, как его зовут там, на которого мы работаем ассистентом. Давайте, сохранимся сейчас. И вот этому товарищу мы сдаем какие-то, короче, важные сообщения о каких-то преступлениях. Командир Винсент Вудротт, начальник отдела планетарной безопасности и бывший руководитель программы «Красный дьявол» на Марсе. Я занимаюсь вопросами безопасности на высоком государственном уровне, а мой помощник Бут занимается повседневными вопросами безопасности, так что, если хотите сообщить о мелком преступлении или проступке, обратитесь к нему. Но если я могу чем-то помочь, не стесняйтесь и спрашивайте. Губернатор Херст был вовлечен в преступную деятельность. Это довольно серьезное обвинение. Полагаю, у вас есть доказательства этой предполагаемой незаконной деятельности. Да, у меня есть записка, которую он разослал известным пиратам, в которой... А, мы ее не прочитали. Погоди. Погоди, мы ее не прочитали. Давайте мы прочитаем сначала эту записку. Так. Так. Сообщение от Херста. Я прошу вас позаботиться о корабле и всех, кто находится на его борту. То есть, он хотел, чтобы тетку убили. Мне все равно, как вы это сделаете. Я просто хочу избавиться от этой проблемы, пока кто-нибудь не догадается. Если кто-то узнает, что у меня роман и что женщина, с которой я связан, сбежала с моим правительственным кораблем, я уверен, вы поймете, что это будет очень плохо для меня. Я бы хотел опередить события и списать все на простую кражу и уничтожение. Повторяю, корабль должен быть уничтожен, иначе мы будем считать условия вашего платежа недействительными. Губернатор Гленн Херст. Да. Так вот. Серьезно. Да, у меня есть записка. Позвольте мне взглянуть на нее. Ну, это не очень хорошо для Херста, скажу я вам. Вы поступили правильно, придя ко мне. Дальше я сам. Объединенные колонии благодарят вас за бдительность. Я просто рад, что, по-моему, так. Херст должен был передать мне посылку для Питера Брэнна. Не могли бы вы помочь мне с этим? А, даже так. Хорошо, хорошо. Предусмотрено ли за это какое-то вознаграждение? За то, что мы поступаем правильно? Нет. Эта акция выгодна всему городу. Награда заключается в том, что мы добились справедливости в отношении коррумпированного политика. Херст должен был бы передать мне посылку. Знаете, что я сделаю вам удолжение? Иди, закончи все, что у тебя было с Херстом, а пока я подожду... Ага. Хорошо. Только не сообщайте ему, что мы говорили об этом. Я не хочу, чтобы он бежал, а ты не хочешь потерять рычаги. Хорошо. Я просто рад, что смог помочь. Седония это ценит. Хорошо. Ой. Идем, идем. Посмотрим, какие диалоги у него сейчас будут. Я вернулся, теперь давай поговорим о твоей части сделки. Вы разобрались с моей маленькой проблемой? Как насчет того, чтобы заплатить мне немного больше за то, чтобы я все это замалчивал? Я уже даю тебе то, что ты хочешь, согласно нашему соглашению. Хм, вот что я тебе скажу. Вот вам небольшая добавка, чтобы вы не скучали. Но знаете, если до меня дадут какие-либо слухи по этому поводу, я буду точно знать, кого привлечь к ответственности. Мы получили 5000 дополнительно. Мы можем соврать. Прекрасно, я сделал, что вы просили. Моя работа здесь закончена. Мы можем сказать, я нашел ваш корабль, но пираты сбежали. Мы можем... Вы уверены, что не можете выделить больше кредитов, кстати? Не жадничать. Я готов решить этот вопрос полюбовно. Я предлагаю вам сделать то же самое. При попытке шантажа Сара будет недовольна, но мы получим еще 12 тысяч кредитов. Давайте, наверное. От того, что мы помогли этому имбецилу выкрутиться из ситуации, меня тошнит. Ммм. Я вижу, как это происходит. Вот что я вам скажу. Считайте, что у вас действительно есть эта предполагаемая записка, и вы думаете использовать... Если вы так настроены, я возьму его у вас, и это компенсирует вам гораздо больше, чем мне... Если... Ну, короче. Тогда мы с тобой расстанемся, и больше никто... Никогда об этом не говорим. Так. Вообще-то, кажется, у меня нет с собой... А, мы не можем... Мы не можем его шантажировать. Записку мы отдали. Только Сара недовольна осталась. Да. Я загружусь тогда, нет смысла Сару нервировать. Так, хорошо. Давайте мы... Пять тысяч у него возьмем. Тогда... И теперь... Я нашел ваш корабль, но пираты сбежали. Давайте попробуем этот вариант, не знаю. Знаешь, нужно быть очень смелым, чтобы шантажировать меня, когда ты даже не выполнил задание. Ты ведь понимаешь, что это нехорошо для меня? Вот что я вам скажу. Как насчет того, чтобы просто отдать эти кредиты в качестве финансовой компенсации за невыполнение своей работы? Пока вы этого не сделаете, я не отдам этот пакет. Десять тысяч кредитов хочет. Вы просите взятку? Конечно нет. Мы здесь не используем слово на букву Б. Нет, это вклад. В свою очередь эти деньги пойдут на пользу всей Сидонии. Ага. Так. Я уверен, что ты обеспечиваешься, если ты дадил больше денег. Ага. То есть другого тут варианта нет. Десять тысяч кредитов хочет жулик. Ладно, мы еще раз загрузимся. Так. Мы опять забираем пять тысяч. Я уже даю тебе... Хм. Но ты должен знать. Теперь соврем. Прекрасно сделал, что вы просили. Жалко, что при Вранье не проходит проверка на убеждение. Мне кажется, это логично было бы. Ну ладно, давай. Моя работа здесь закончена. Хорошо. Я дам вам груз мистера Брэнна, как я обещал. В качестве небольшого бонуса даже... А вы действительно помогли мне выбраться из затруднительного положения. Не поймите меня неправильно, но надеюсь, что мне больше никогда не понадобится ваша помощь. Посылку мы получили. У нас, по-моему, была деятельность еще. А, нет. Корабль мы не уничтожили, да? Доставить посылку Питеру. Так. Если я пойду сейчас к... Этому. Он займется делом, наконец-то? Так, нам не сюда. Нам вот сюда. Ну, возможно, потом... Что-то поменяется. Может быть, его... Со временем там... Арестуют или что. Посмотрим. А пока что к Питеру возвращаемся. Моя посылка? Вы уже получили? Да, но для того, чтобы получить, мне пришлось провернуть несколько теневых делишек для Херста. Кроме того, вы задолжали налоги. Как мило. Спасибо, что доставили это для меня. А теперь будь добр, займись моими сообщениями на компьютере. Пока тебя не было, они накопились, и мне нужно, чтобы ты ответил на них за меня. Вот мой пароль. Убедись, что ваши ответы звучат так, будто бы они сходили от меня. Мне нужно поддерживать репутацию. Убедись. Убедись. Питер, ваше психологическое обследование выявило некоторые интересные моменты. Я думаю, что вам было бы полезно как-нибудь побеседовать со мной, чтобы я мог убедиться, что вы правильно поняли вопросы и внесли некоторую ясность в свои ответы. Например, я думаю, что вы совершенно неправильно поняли вопрос номер 6. Я даже не уверен, что этот человек работает на Марсе, тем более в этой компании. Давайте немного пообщаемся и постараемся решить этот вопрос, чтобы я мог представить правильную оценку. Отгрузка. Я пишу вам, чтобы сообщить, что у вас имеется задолженность по налогам. В связи с этим мы задержали поставку для вас в надежде, что это побудет вас поговорить с нами и погасить задолженность, чтобы мы могли отпустить ее вам. Поскольку мы царим компанию Deimos, как местный бизнес, мы не хотим, чтобы ситуация зашла дальше, чем это необходимо. Из-за такого личного вопроса, как этот, спасибо за понимание. Здравствуйте. Это благодаря тому, что твой папа знает, но они не могут уволить тебя, потому что это почему-то плохо скажется на компании. Это что за шутка? Ты даже не выучил мое имя. Я работал твоим помощником три чертовых года. Тим, это же... Это даже несложно произнести. Всего три буквы. Работа на тебя меня так бесила. Я рад, что ты что уволился. Держу пари, ты даже не заметил. Тим Оши. Так, запросы. Политика РТО. Некоторые из нас, в том числе я, усердно работаю здесь почти 15 лет. Но мы все еще застряли со стандартными 10 днями отпуска в календарном году. Я благодарен за работу, но я слышал от своих приятелей на родине, что они получают 15 дней отпуска по достижении 10-летнего стажа. Есть ли у нас шанс делать то же самое? Утвердить. Замена горного оборудования. Имеющийся у нас горного шахтерского оборудования крайне достаточно для получения результатов, соответствующих нашим квотам. Оно старше, чем большинство наших шахтеров. Наши инструменты ломаются, заедают и много времени уходят на то, чтобы привести их в работоспособное состояние. Как вы видите, мы едва справляемся с текущими квотами в соответствии с заданными вами условиями, что должно помочь компенсировать первоначальные затраты по данному запросу. Но если бы у нас была модернизированная уродина, то мы смогли бы увеличить производительность добычи еще как минимум на 75%, что увеличило бы нашу общую прибыль. Утвердить. Задание сделано. Сто опыта мы получили каких-то несчастных. Выбор напитков. Хочу, чтобы компания предложила несколько вариантов напитков для зоны отдыха. Спасибо. Утвердить. Что еще мы утвердим? До меня дошли сведения от других руководителей, что вы не отвечаете на сообщения своевременно. Я пишу этот запрос в надежде, что вы или ваш помощник, когда мы его наймем, увидят его здесь и займутся этим. Утвердить. Хорошо. Все. Все поутверждали запросы. Окей. Ясно. Да, я закончил. Это было быстро. О, кстати, да, вот они все сидят за рабочими местами своими. Прикольно. Так, хорошо. Не холодно. Не холодно. Я не могу представить, что здесь лежит в центре Сидонио-коммунити-центре, для активований всяких статей. Слышите в центре-коммунити-центре, чтобы планировать свое событие или регулярное соблюдение сегодня. Не холодно. Надеюсь, я не совершил ошибки, отпустив Хэнка. Интересно, почему Хэнк так долго? Я вернулся. Мне удалось одобрить ваш запрос. Я видел. Хорошая работа. Видишь, я знал, что если у тебя есть кто-то внутри, то это сработает. Я уже сделал заказ на оборудование, а я хотел попросить вас забрать его для меня, но возникла проблема. Один из моих ребят, Хэнк Феррара, предложил поехать, я пытался сказать ему, что он будет более полезен, придерживаясь своей работы здесь, но он настаивал. Но это не должно занимать столько времени. Просто быстрая поездка на Гагарина и обратно. Я беспокоюсь, мне нужна помощь. Почему вы его отпустили? Хэнк был трудным работником, если честно. Больше заинтересован в показухе, чем в хорошей работе. Он агрессивен, он затевает ссоры с другими сотрудниками, он... Так вот, это произошло, и я подумал, что, возможно, он пытается изменить ситуацию, хотя мне не хотелось. Я хотел дать ему шанс. Теперь я сомневаюсь, была ли это хорошая идея. Как ты думаешь, что произошло? Я не знаю, может быть, его сбили пираты, может, у него кончилось топливо, и он дрейфует. Может быть, он просто остановился ради Чанкса. В любом случае, что-то случилось, похоже, нехорошее. Поскольку вы доказали свою квалификацию во многих областях, я надеялся обратиться к вам за помощью. Итак, вы согласны? Да, без проблем. Спасибо, это огромная помощь. Вы будете рады узнать, что я действительно выкрыл часть бюджета, чтобы заплатить вам за всю вашу помощь. В настоящее время мы не располагаем достаточной информацией. Я бы предложил сначала собраться... Они были бы последними, кого я знаю, кто видел Хэнка. Это все, что у меня есть, если не посылать вас на Гагарина. Обратиться в службу эксплуатации судов. Хорошо, мы можем, наверное, быстрым перемещением выйти на выход сразу и обратиться в службу. Кстати, а давайте посмотрим, какие модификации мы здесь можем делать. Тут эта служба немного в сторонке находится. Да, вот тут вот. Наш корабль вон там. Посмотрим, какие корабли на продаже тут есть. Восемь кораблей целых есть. Сэм. Такой, похуже, чем у нас во многом. Забавный такой кораблик. Марафон. Ну, ничего интересного. А, да, я хотел бы... Изменить свои корабли. Давайте посмотрим на конструктор. Что у нас тут? Какое оборудование, может быть, есть? Тут, да, нейтронный луч, он получше есть. Может, и там такой был, там, где мы ставили наши эти нейтронки. Рельсотрон. Корпус бьет хорошо, щит бьет не очень. Да. Покуп. Рельсотрон. И. Щитов более хороших нет Ну и реакторов тоже нет Хорошо Так вот, я ищу информацию о Хэнке Ферраро Мне сказали, что он проезжал здесь Посмотрим Хэнк, Хэнк, никого с таким именем нет О, подождите, вот она Генри Ферраро Хэнк должно быть его прозвище Да, он здесь бывал Взял свой корабль и уплыл Вообще-то, похоже, он недавно вернулся В пространство Марса Но приземлился он не здесь В космопорту Корабль отклонился от курса Я достаточно работал с грузами Чтобы знать, когда кто-то пытается избежать поимки Я лучше сообщу об этом Похоже на то По крайней мере, мы знаем, что он где-то здесь, на Марсе Вы должны сообщить об этом своему боссу, прежде чем обращаться в службу безопасности Просто на случай, если произошла путаница или что-то в этом роде Понимаете? Дайте мне знать, если вам понадобится помощь Так, хорошо Возвращаемся, наверное, тогда к Тревору Я, в принципе, знаю, где Хэнк находится Давайте посмотрим, есть ли он сейчас там Он тут в этом В баре Бухает На радостях Не, кажется, его нет Так, новые эти, по-моему, появились тут, да? Убеждение Ну, сработало Отлично А, мы можем убеждение, да и мы можем даже не платить потом в итоге Хорошо, хорошо Ну, все, теперь понятно, как можно будет достаточно быстро убеждение прокачать И... и бесплатно Я думал, мы когда убеждаем, то она сразу соглашается на более низкую цену А тут... нормально Так, ну, Хэнка вроде пока нет здесь Давайте поговорим с Тревором Сейчас взрыв будет Судовые службы сообщили, что Хэнк вернулся, но не приземлился в порту Это немного подозрительно Почему он так поступил? Более того, почему бы ему не вернуться с товаром? Что-то определенно случилось Я поспрашивал, пока тебя не было, какой-то... кое-кто из его коллег помянул, что в последнее время он был немного... ну, Хэнк в последнее время В частности, он ругался на все лады о работе, о своих коллегах Сказал несколько вещей, которые заставляют меня думать, что его намерения здесь не были честными В любом случае, он не слишком умный Может быть, он все еще здесь, на Сидоне Проверь сломанное копье? Он часто ходит туда пить, и нам нужно докопаться до сути Что с ним делать, если он виновен в краже оборудования? Попробую сначала его заставить признаться в этом А если он признается, попробую вернуть оборудование, да? Если он будет сопротивляться или иным образом не расскажет, что нам нужно знать То, возможно, нам придется его сдать Я верю, что служба безопасности Сидонии его хорошенько отделает Может оказаться им где... Так, хорошо Вы хотите, чтобы я нагрубил Хэнку, если он будет вести себя плохо? Эй, я не собираюсь тебе указывать, как делать твою работу Я скажу, что официально я не буду говорить, что тебе делать Но в последнее время он был утюгом и всегда имел странный чип на плечо Все, я пошел Я пошел искать этого утюга А, стоп, подожди, надо... Мне надо сказать, я постараюсь найти его, да, да И пропавшее оборудование Эм... так С Хэнком мы всегда сможем разобраться попозже Мы должны сделать это до того, как мы потеряем его До того, как он будет продан Мы должны надеяться на высшие силы, в которые вы верите, чтобы он не был выброшен в космос Так, что, что вот эти... почему они голыми стали? Я одежду их не крал, честно Пошли в сломанное копье И вот он здесь У меня к тебе несколько вопросов, Хэнк О новом оборудовании Вопросы, да? Давай я сначала угощу тебя пивом Сначала мы поговорим Мне не нужны отвлекающие факторы А если я соглашусь, интересно? Вот, пожалуйста Ага, просто дал пивоном Что ты суешь в свой нос, куда не следует? Ну, подозреваем, что ты имеешь дело к пропавшему оборудованию Хватит нести чушь Я знаю, что ты взял новое оборудование Но я не знаю зачем Хм, ладно Ты меня поймал Да, я взял его Хочешь знать, почему? Я должен был Все эти парни считают меня каким-то шутом Я застрял с этим дурацким трехлетним контрактом Я не могу позволить себе нарушить его Итак, к черту Деймос К черту Тревора и всех остальных шахтеров Потеря этого оборудования последняя капля для них Это он тебе сказал? Последний провал в чередине удач по выполнению квот Это будет увольнение для всех И я не останусь в долгу у Деймоса Как ты можешь поступать так со своими коллегами? Как я мог? Вы бы тоже так сделали, если бы ваши коллеги никогда не воспринимали вас всерьез Я постоянно показываю им, насколько я лучший А они только смеются и говорят за моей спиной Так что пошли они Вся эта планета отстой Все здесь чертовы неудачники Разве не лучше вас по, чтобы раструнуть контракт, чем этот? Нет? Может быть? Не знаю Знаешь, то какая разница? Это мой план, и я его уже выполняю Это ужасный план, и теперь, когда ты мне рассказала, они тебя арестуют Черт Ты прав Отлично Ты меня поймал Что скажешь, если я отвезу тебя за товаром, и мы вернем его обратно? Можешь даже сказать, что ты его нашел, только не сдохи Не сдавай меня Так Тебе следует знать, что я хорошо вооружен и способен защитить себя, если вы пойдете искать неприятности Расслабься, горячая штучка Я не собираюсь стрелять тебе в спину, если ты об этом Просто следуй за мной, мы выходим на улицу Хорошо, мы выходим на улицу Может быть, если я сразу выйду, то он быстрее выберется, потому что мы сейчас будем довольно долго идти О, он вышел Хорошо Кто-то еще с нами вышел О, а, как ты? О, хорошо, хорошо, пока 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 Давай, нам уже серию давно пора заканчивать Приятель, я поражен, что ты сам догадался обо всем Я думал, что был осторожен Это было так просто, правда Боссмен Тревор иногда такой громкий, понимаете? У меня хороший слух, я послушал, как вы все говорили об этом оборудовании Я знал, что оно значит для всех И как мы им... И тогда Тревор просто решает мне... Разрешает мне пойти и забрать Потому что он думает, что я проявляю инициативу Пошли быстрее Инициативный ты наш Знаешь, очень жалко наверняка я мог бы заработать на продаже этих вещей Как ты думаешь, 500 штук, может миллион? Но где бы я вообще мог бы продать его? Не то, чтобы я мог провести палеты с горным оборудованием к Джейн Так, чтобы никто не заметил Наверное, лучше нам его вернуть Потому что это был кошмар, пытаться его разгрузить И попытка уничтожить все это была бы еще одной большой занозой в задницу Это же в основном металл, правда? Почти пришли, хорошо Мне пришлось припарковать свой корабль в некотором отдалении Чтобы они сразу его не нашли Тогда мне казалось, что это хорошая идея Я не думал, что так быстро пройду весь путь обратно По крайней мере, тебе не придется Я имею в виду, может быть, мы вернем корабль в порт И позволим кому-то другому разгрузить его И сбавив себя от необходимости тащить все это обратно В любом случае, видишь, прямо впереди По-моему, наш кораблик приехал С этим Кстати, а мы не выполнили случайное задание? А, 164 только доставили кобальта, окей А, погоди Мы еще типа не дошли? Давай, давай Ладно Хватит Теперь повернись ко мне лицом, чтобы мне не пришлось стрелять тебе в спину Пристрелить в меня? За что? Вы же не думаете, что я просто раскрою свой план, а потом позволю вам уйти? Черт, ты глупее, чем я думал Но мы можем, опять же, убеждением воспользоваться здесь Можем напасть на него, можем его пристрелить То есть, да, есть разные варианты в целом у нас Но давайте убедим У нас есть проблема У нас есть автоубеждение, давайте им воспользуемся Нам не надо, в принципе, сейчас заморачиваться Эй, я... я... я не... Разыскивается Я знаю, каково это быть разыскиваемым преступником Люди будут преследовать тебя до конца жизни Либо ты лжешь, либо, похоже, пока это работает на вас Не может быть так все плохо Так, а что автоубеждение? А, нам надо было выбрать... Да Нам надо выбрать было какое-то это, а потом автоубеждение нажать, типа Убийство меня тебя не спасет Другие люди подозревают, что ты что-то замышляешь Так это... Может быть, мне стоит переосмыслить то, что я делаю Я уверен, что мы сможем что-нибудь придумать Ах, не сработало, зараза Извини, но я должен сделать это по-своему А это значит, что ты должен умереть Ну, ничего интересного у него нет В корабль мы зайти не можем у него И Сара недовольна, конечно же Поэтому мы загрузимся Тут нет смысла его убивать, в принципе Так Угу Давайте убеждение Четыре А теперь вот тут вот выбираем И автоубеждение называем Тогда это точно срабатывает, штука Угу Ну, когда ты так говоришь, может быть, ты и прав Черт возьми, ты прав Какого черта я делаю? Это чертовски глупо даже для меня Вся эта идея, я почти не обдумывал ее Я просто действовал, потому что это казалось мне единственным шансом Я действительно не хочу никому причинять боль Я слишком глубоко залез и не знаю, что делать Я знаю, что не заслуживаю этого, но ты поможешь мне? Пожалуйста Тут тоже у нас, да, разные варианты есть Можем его сдать И его посадят Можем его не сдавать Где-то вообще взял такой корабль Что, если я шахтер, то мне нельзя иметь хорошие вещи? Она принадлежала моему старику Он отдал ее мне, когда получил новую Машина старая, с некоторыми проблемами, но в свободное время я пытался ее отремонтировать, чтобы... Это был мой первый большой пробный залет Откуда мне знать, что я могу тебе доверять? Я не знаю, я имею ввиду... Я бы не стал, если бы был на твоем месте Для начала я могу отдать вам свой пистолет, чтобы доказать... Что не буду, короче, да По-настоящему ты заставил меня переосмыслить Хорошо Если ты сдашься, я обещаю, что скажу им, чтобы они были полегче с тобой Мне это не нравится, но, возможно, ты что-то задумал Если я расскажу все начистоту, может быть, они отнесутся ко мне проще Особенно, если ты расскажешь им, что произошло Хорошо, я сделаю это, это правильное решение И, по крайней мере, они, возможно, аннулируют мой контракт Надо смотреть на вещи с лучшей стороны Саре понравилось Это было разумное решение, мы не могли просто так... Да Так, ну теперь, раз мы уже здесь Мы сходим на марсианскую стартовую площадку И разместим там датчик по одному из заданий У нас есть задание Сбежавшая добыча Просто датчик разместить на вышке там Ну, на вышку еще тоже там забраться нужно будет Там довольно высокая вышка Вот, поэтому пошли, посмотрим Вот туда, на самый верх, нам нужно залезть Мы тут, в принципе, полпути-то уже прошли, да? Возвращаться нет смысла Марсианская стартовая площадка Место обнаружено Так Это нам не надо Это такая же фигня Наверх еще 65 метров Прыгать Как будто бы в Assassin's Creed играем, да? Какой-нибудь И нам надо на вышку забраться Чтобы синхронизироваться там Мы почти Правда, я не уверен, что мы допрыгнем здесь О-о-о, мы были близко Вообще допрыгнем, мне кажется Я просто головой стукнулся Как минимум мы допрыгнем вот сюда Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Сейчас мы ждем. Мы ждем. Хорошо. Так, ну а теперь давайте сдадим этого парня. Сержант Бут, к вашим услугам. Если у вас есть вопросы с безопасностью, Хэнк сдается полиции за кражу горного оборудования. Окей. Это правда. Я украл совершенно новое шахтерское оборудование, которое заказал наш босс. Но теперь, когда меня вселили здравый смысл, я понимаю, насколько это дерьмово. Я знаю, что это был мудацкий поступок, и я отбуду... Так. Да, сэр, он признался в преступлении и вернул припасы. Никакого вреда не нанесено. Он пытался разрушить экономику Деймоса и Сидонии. Посадите его в тюрьму. Ну, да, давайте первый вариант. Еще раз, мне очень жаль, но я отработаю срок и все исправлю. Не часто случается, чтобы преступник вот так сам сдавался, и тот факт, что реальных повреждений нет, поможет делу. Я уверен, оба этих пункта будут в его пользу. Хорошая работа и спасибо. Так, хорошо, можно к Тревору. Вернуться будет. Ого. Ходят слухи, что губернатор ввязался в какие-то грязные делишки. Так. А, мы не можем с ним поговорить еще раз, жалко. Далековато. Ну, хорошо. А, этого нет. А, ну-ка, идем к губернатору заглянем. Это не губернатор. Ага. Ага, он просто здесь стоит. А, нет, он не просто стоит. Он исполняет обязанности губернатора теперь, да? Именно так. Как самый высокопоставленный офицер на этой планете, было вполне уместно занять, назначить меня на эту должность. Я знаю, что вы приложили руку к раскрытию скандала с Херстом. Будьте уверены, я не такой, как Херст. Я не допущу тех ошибок, что в суждениях, которые допустил он. Я поклялся служить народу Марса, и я буду выполнять свой долг до тех пор, пока кто-то кто-нибудь не скажет мне обратно, или пока я не окажусь под землей, в зависимости от того, что случится раньше. Хорошо. Давайте посмотрим. Блин, теперь мне, когда мы кражу прокачали, хочется посмотреть, что у кого в карманах есть. Чисто, чтобы посмотреть. Вдруг какие-то секретные документы там или что-нибудь. Я надеюсь, что у тебя компьютер запылился. Здравствуйте. Ты... О, моя. Губернатор Уудерд сказал мне, чтобы направить все обязательные моменты. Хорошо, новый губернатор. Ты очень приятно. Ясно. Так, хорошо, идем сдавать задания. В принципе, мы все сделали. Сара порадовалась немного. Мы подзаработали немного. Я узнал, что случилось с Хэнком и оборудованием. Да, я слышал. Бут оставил мне сообщение о том, что Хэнк украл товар, но потом передумал и сдался. Безумие. Я знал, что Хэнк проблемы, но никогда не подозревал, что он сможет сделать что-то подобное. По крайней мере, у него хватило здравого смысла признаться в этом до того, как был нанесен ущерб. Я займусь этим и разберусь с оборудованием. Вот кредиты, которые я обещал. Я также добавлю немного руды, чтобы оплатить тебе за то, что ты сделал для нас. С помощью этих новых инструментов мы сможем окупить их в врачащие сроки. Спасибо за помощь. 50 железа дал нам. Ха-ха-ха, балбес. И 7600 мы получили. Задание обновлено. Это кобальт там потихоньку грузят. Получили ранец, скафандр Деймоса. Давайте посмотрим. Ну, это барахло чисто на продажу, да? Скиповая емкость бутпак. Так, и у нас следующее задание появилось. Так, поговорить с Ривкой нам надо теперь. Давайте сразу разберемся с этим. Голенькая Ривка. Кстати, а что там, может, новые диалоги какие-то у этого будут? Теперь у вас все в порядке, а вы получили все необходимое новое оборудование. Во всяком случае, кажется так. Теперь, если мы не выполним квоту, виноваты будем мы сами, а не чертовы машины, не справившись со своей работой. Жаль, что у нас не хватило средств, чтобы починить старика Ноама. Было бы здорово иметь рядом еще одного функционирующего робота. А в любом случае, все нормально. Мне кажется, мы уже привыкли к этому старому сломанному говорящему компьютеру, каким он есть. Блин, наверное, его как-то можно починить. Ноам. Ноам. Нашел в интернете видео, я починил Ноам, а чувак просто по нему стрельнул, и он встал и начал двигаться. Ну, а так, вроде бы, все только спрашивают, можно ли его починить. Ладно, давайте поговорим с Ривкой. Поскольку вы помогли нам с оборудованием и всем остальным, я хотела спросить, могу ли я поговорить с вами? Надеюсь, с вами все в порядке. Этот кашель звучит совсем нехорошо. Это, наверное... Наверное. Но я не могу позволить себе пойти и посмотреть на это. Оденься, ты простудилась. Тут сквозняки, наверное, сильные. Я могу предложить немного денег, вам следует обратиться к врачу. Я уверен, что они смогут найти способ помочь. Я знаю. Хотелось бы, чтобы все было так просто. Вообще-то, может быть, это неправильно, а вы совершенно не знакомы. Забудьте, что я что-то сказала. Медицина. Мне нравится то, что, да, в зависимости от нашей прокачки, у нас появляются новые варианты диалогов тоже в диалогах. Вам обязательно нужно обратиться к настоящему врачу, иначе ваше состояние ухудшится. Вы можете умереть. Правда? Так плохо? Я... Ну, понятно, что вы хотите мне помочь. Может быть, я могу тебе доверять? Понимаете, я бы хотел поехать на лечение в Reliant Medical, но мой отец, Натан, является руководителем компании Reliant. Я пришла на Сидонию, чтобы спастись от него. Натан нехороший человек, не для меня. И я сделала ему что-то ужасное, поэтому он теперь ищет меня повсюду. У него есть связи с врачами по всей населенной системе. Я не знаю, кому из них можно доверять, и для меня не будет ничего хорошего, если они донесут на него. Что случилось с вашим отцом, почему он пытается разыскать вас? Все хуже, чем ты думаешь. Я не просто сбежала от него, я вырубила его без сознания, а потом украла его корабль, пока он был в отключке, поверьте. В тот момент это было оправдано. После того, как я бросила его над Акилой, я металась по поселенным системам, пока не приземлилась здесь. Это последнее место, где я, как думал, он мог меня найти. Насколько я слышала, он больше не заботится о моей безопасности, он хочет только отомстить. Я почти не сомневаюсь, что он бросит меня в тюрьму, как можно более долгий срок, а то и хуже. Но если ты не получишь помощи в связи с своей болезнью, разве не будет хуже? Что сделал тебя отец, что заставило вас пойти на столь радикальные меры? После того, как моя мать погибла в результате несчастного случая, он изменился. Он стал одержимой защитой, но он никогда не слушал, что это делает со мной. Все становилось все хуже и хуже. Сначала он запретил путешествовать на кораблях без одного из своих пилотов. Потом никаких вечеринок, никакой выпивки, никаких выходов из дома. Я подчинялась, но он не доверял мне, поэтому стал следить за всем, что я делаю. Дошло до того, что однажды после ссоры он запер меня в моей комнате на два дня. Представляешь? Принят пленится в собственном доме. Каждый день были крики, отсутствие свободы, угрозы. Мне пришлось бежать из своей тюрьмы, но даже сейчас я в ловушке. Разве тебе не будет хуже, если ты не отправишься в больницу? Это риск, на который я должна пойти. Да, мое состояние ухудшается, но есть шанс, что все пройдет само собой. Да, действительно. Если мой отец найдет меня, ну, знаю своего отца и опасаюсь за свою безопасность. Это однозначно. Если хочешь, я могу навестить твоего отца. Тревор сказал мне, что вы умеете общаться с людьми. Может быть, вы могли бы попытаться образумить моего отца или напугать его, чтобы он отступил. Но вы должны знать, что у него есть влиятельные и опасные друзья, поэтому вы должны быть осторожны. Если это сработает, я буду свободна. Если нет, что ж, по крайней мере, он все равно не будет знать, где меня искать. Что скажешь? Я сделаю это, только скажи, где его найти. Можешь рассказать о своем отце что-нибудь еще, что может помочь? Он не всегда был таким, какой он есть. Только после смерти моей матери он изменился, стал злым, опасным. Он больше не был самим собой. Вы могли бы попробовать упомянуть ее имя? Белинда. Он очень скучает по ней. Мысли о ней обычно успокаивают его. Стоит попробовать. Хорошо, я сделаю это, только скажи, где найти его. Так получилось, что в это время года он проводит конференцию на Неоне. Он всегда останавливается в отеле таком-то там. Он не хочет видеть посетителей, которых не знает, но, может быть, он заговорит, если вы скажете ему, что находитесь там по моему поручению. Это рискованно, но, может быть, он послушает, если поймет, что вы не желаете ему зла. У меня есть. Принесите ему бутылку его любимого виски. Red Harvest Reserve. Скажи, что это мирное предложение от меня. Это виски очень редкие. Я уверен, что это заинтересует его настолько, что он захочет услышать, что вы скажете. Хорошо. Я посмотрю, что можно сделать, чтобы вытащить вас из этой передряги. Удачи. Виски можно купить у Джека в сломанном копье. У него может быть немного, если он знает, где его, или он знает, где его можно достать. И большое спасибо за попытку помочь мне. Хорошо. Все. И в следующей серии мы, наверное, пойдем в Новую Атлантиду. Вернемся. И в колодец у нас есть несколько заданий уже. Поэтому пойдем, будем осматриваться в колодце. Наверняка там еще заданий получим. Но посмотрим. Может, что интересного будет. Эти сегодняшние задания мне в целом понравились. Довольно неплохие были. С этим переводом не всегда, конечно, понятно, что происходит. Но в целом нормально. Нормально. Мне понравилось. И давайте мы еще проверим, прежде чем серию заканчивать. Если мы слетаем... Этого корабля нет, да? Он где-то здесь был. Возле Умбриэля. Умбриэля. Мы могли, в принципе, без проблем уничтожить этот корабль, да? Который губернатору нужно было уничтожить по его просьбе. Ты кто? Голбан кредит, наверное, хочет. Впарить. Ну да, наверное, нет этого корабля. Просто исчез. Я надеялся, может быть, мы сможем вернуться за кораблем. И забрать его. Вроде бы он здесь был. Ну ладно, не важно, в принципе, не важно. Хорошо. На этом мы пока что тогда серию закончим. И в следующей серии продолжим изучать Старфилд. Нам еще... Ой, как много работы. Мы только туда буквально с двумя населенными пунктами кое-как потихоньку заканчиваем. Да еще и то куча заданий у нас. Это Новая Атлантида, да, и Седония. Седония. А у нас еще таких мест немало в игре. Ага. И еще куча-куча заданий нас ждет впереди. Интересных и не очень, но посмотрим, посмотрим. В любом случае, пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока и увидимся в следующей серии.